В качестве разбавителя я взял тройник. Тройник это масло, разбавитель и лак. Но добавляю больше лака, чтобы получилась вязкость. Эта вязкость позволит нам более удобно решать некоторые задачи. И вот этим тройником с преимуществом лака смочу в хвост. Художники очень часто делают тройник с иными пропорциями, чем 1-1-1. Каждый раз художник думает над тем, какое выберет разбавляющее вещество, есть некий средний цвет и средняя тональность в этой картине. Подложи что-нибудь. Близкий вот к серединной части. Плюс черный. Цвет перестает быть слишком синим, слишком фиолетовым, за счет черного. Тю нижнюю часть можно накрыть этим цветом. Немножко черного. Выше середины начинает путь гора второго плана. Зеленый склон мы тоже пока наберем через синий. И потом вы поймете почему. На этом этапе очень трудно ошибиться в цвете. Потому что мы задействовали практически однородный цвет. Единственное, что меняем тональность этого цвета. Так. На этом этапе очень удобно прикрыть. Продолжение следует... Некий подобный цвет. Здесь шторочкой облако в небе. Есть теневое проявление облака и дальше световое. Световое тоже можно припачкать. Буквально припачкать. Поскольку чисто белого цвета в картине нет вообще. Несмотря на то, что там снег и свет. Синий краплак розовый и чёрный. Ёлки переднего плана. Вы видите широкая кисть создает легко множество этих ёлок. При вот такой макательной укладке. Это не финишная укладка. Нам нужно тональное пятно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Итак, чего мы добились? Мы добились как бы наброска этого сюжета двутональным содержанием. Раз белый и вот этот троичный цвет. Ультрамарин. Краплак розовый и чёрный. Тонально она у нас уже собрана. Теперь будем возделывать нюансы. Снова возвращаюсь к разбилу изумрудной. И имею возможность дать уже финишную тональность этого зелёного и финишный цвет. Вот так вот. Рельеф склона, который уходит туда. И поэтому некоторый ступенчатый характер этому рельефу. то, что пропадают уже изображённые, как казалось бы, предметы, ни капли меня не беспокоит. И вас тоже не беспокоит. Мы это уточнение повторим потом с лёгкостью. Вы видите, этот склон повернулся к свету. Здесь осталось более тёмное. Ну и у него тоже есть лёгкие выпуклости, обращённые к этому свету. Которые тоже ступенчатые. То есть ступеньки создают эффект ухода. Эта плоскость несколько отворачивается уже от света. То есть уже к свету вот так, а не вот так становится темнее. Некоторая игра тёмного и светлого произошла и здесь. Вот этот обращён к свету. И здесь лёгкие ступенечки. Друзья, с удовольствием вам сообщаю, что на сайте saharovs.ru вы можете приобрести первые 10 шагов для начинающего художника. Вы познакомитесь с палитрой, с основными цветами, с их минимальной порцией для того, чтобы вы не путались в них. Вот это так называемая скупая палитра. Познакомитесь с другими материалами, которые необходимы. И с некоторым кругозором, пейзаж, горы, цветы, портрет. В том числе вы сможете получить обратную связь через моих помощников, через моих дочерей Сашеньку и Машеньку. И через собственный кабинет приобрести и пользоваться этим инструментом для вашего развития. Приглашаю в клуб художников. Субтитры делал DimaTorzok В некотором разбили. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, ну какое-то такое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Прям по фактуре побиваю. Появляется большая нарядность переднего плана. И теплость, которая становится контрастом ко второму плану. За счёт именно тёплости. Не за счёт тёмности, а за счёт тёплости. Вот они эти веточки. От того, что побиваю по фактуре, мазок такой тракторный следочек у него у мазка. И поэтому особенно смахивает на ёлочку. Так. И последнее. Чёрный с коричневым. Чуть-чуть кое-где. Чёрный с коричневым. Буквально пачкательно. Не всё подряд, а вот такими мигающими пятнами. Ну похоже всё. Вот такая задача. Надеюсь вам многие элементы её пригодятся в жизни. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Друзья, напоминаю вам, что в ваших возможностях вступить в мой авторский институт живописи с получением авторского диплома, информацию о котором вы можете получить на сайте saharovs.ru. Это сайт моих дочерей. Они его обслуживают. Они курируют этот процесс с возможностью обратной связи, с возможностью быстрого роста в живописи, куда я вас и заманиваю. «Симон» «Симон»